Превышение установленной допустимой скорости передвижения – одна из основных причин гибели людей на дорогах. Каждая пятая жертва ДТП на совести водителей лихачей. Но многие, даже зная такой печальной статистики, все равно живут по принципу, что тормоза придумали трусы, а законы созданы, чтобы их нарушать. А между тем, печальный аварийный список на дорогах Брещины пока только увеличивается. Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением установленной скорости движения, к сожалению, растет. На сегодняшний день у нас 76 дорожек ДТП в области совершено по превышению скорости, в которых 26 человек погибло, 84 получили ранения различной степени стяжести. С целью предупреждения травматизма и гибели людей на дорогах в нашей стране уже не один год проводится целый комплекс мероприятий, направленных на регулирование и контроль скоростного режима. Новые инновационные способы и методы такой работы, среди которых мобильные датчики скорости, камеры фото и видеофиксации, а также регулярная массированная отработка трасс уже доказали свою эффективность и пользу. Мы проводим как массированные отработки автомобильных дорог, так и устанавливаем технические средства для фиксации превышения водителями установленной скорости движения. В данный момент мы уже в городе и в области дополнительно установили 25 камер, которые в автоматическом режиме фиксируют превышение установленной скорости движения водителями транспортных средств. После применения первых камер, которые были установлены у нас на автомобильной дороге М1Е30, количество ДТП на этой дороге, причиной которых послужило превышение установленной скорости движения, снизилось. Поэтому я считаю, что это будет скажется положительно. За повторное превышение скорости более чем на 20 км в час в течение года зафиксированное сотрудниками ГАИ нарушителю грозит от 5 до 15 базовых величин штрафа или лишения права управления. Статистика показывает, что около половины водителей и лихачей не перестает топить педаль газа в пол даже после административного взыскания. И это создает реальную угрозу для каждого из участников дорожного движения. А потому суровое наказание в виде лишения прав не кажется не имеющим под собой оснований.